Это Ferrari F40, машина мечты, которую мы с вами могли потрогать, ну разве что на плакате, висящем в комнате. Это Alfa Romeo SZ, оживший концепт-кар в начале 90-х и запущенный в штучное ручное производство. Ну а это Range Rover SV Coupé, суперэксклюзивный внедорожник ценой в 20 миллионов рублей. Знаете, что их объединяет? Все они попса и шерпатре по сравнению с этой машиной. Нет, я не перепутал картинки, речь действительно идет об обычном Renault Safran. Ну, почти обычно. Safran вышел на рынок в 1992 году и был тепло принят критиками. Он вошел в призовую тройку конкурса «Европейский автомобиль года», а журналисты тех лет хвалили машину за оснащение, простор и удивительный уровень комфорта. Но клиенты машину не слишком оценили. Добродушному Safranу банально не хватало харизмы, чтобы на равных спорить с брутальными немецкими конкурентами. Да и с мощностью не задалось. Топовая версия V6 развивала жалкие 167 лошадиных сил и со скрипом выезжала из 10 секунд до сотни. Пытаясь исправить ситуацию, французы пошли на поклон к немцам из ателье «Хардке». Ребятам, которые делали крутые BMW, еще круче. Тюнеры перенастроили Safranу подвеску, но главное – поколдовали над двигателем. Они взяли все тот же трехлитровый V6 семейства PRV 70-х годов и прикрутили к нему пару компактных турбин. Мощность выросла ровно на 100 сил, до 267. И это был уже совсем другой разговор. Финальную сборку машин отдали другим немецким тюнерам – компанией «Ирмшер», которая заодно нарисовала Safranу и более агрессивный передний бампер. Но клиенты машину так и не распробовали. Версия B-Turbo продержалась на конвейере меньше двух лет, а суммарный тираж составил всего 806 экземпляров. Вот почему эта модель раритетнее многих суперкаров. Наверное, для полноты эффекта я должен был всегда заявиться на чем-то более массовом. Ну, хоть на той же Ferrari F40. Но думаю, что вам хватит и того факта, что из четырех Safranu B-Turbo, которые есть в России, два принадлежат одному и тому же человеку. И конкретно с этой машиной он готов расстаться персонально ради вас. Ссылка на объявление находится в описании к ролику. Открывайте, убеждайтесь, приценивайтесь и думайте. Да, состояние этой машины не назвать музейным, но если верить владельцу, это самый живой экземпляр в России. Ну и, например, вот этот покоцанный бампер – это реплика. И если вы договоритесь, вам отдадут в комплекте оригинал производства Ирмшер. Safranu B-Turbo предлагался в двух уровнях оснащения – RX-E и Bacara. Bacara – это самый топ, и у нас как раз такая версия. Это значит, что салон забран в натуральную кожу и натуральное же дерево. На обоих рядах кресел есть электроприводы, а спереди еще и вот такая вот батарея кнопок, заведующих электроподпорами и электроподдержками всего и вся. Из прочих благ цивилизаций здесь есть, например, подогрев передних кресел, двухдиновая магнитола с функцией чтения компакт-дисков в 1994 году, полноценный двузонный климат-контроль, но и бонусом электронная барышня, которая, впрочем, была у всех, Safranu. Алиса, а подскажи-ка мне какую-нибудь годную дорожку в окрестностях Чехова. Окей, разберемся по дороге. Safran тот самый случай, когда слово битурбо не переводится ни как пучка, ни как гонка, потому что характер у этого двигателя совсем другой. Вместо глубокой турбоямы и мощного взрыва после нее, здесь ровная, густая, полнокровная тяга уже с 2000 оборотов и до самой отечки. Паспортный разгон до сотни занимает у Safranu Biturbo 7,6 секунды. Это очень неплохо даже по сегодняшним меркам, но стихия этой машины не дерзкие старты со светофоров с визгом резины, а уверенные полеты по трассе. Даже после 120, а то и 140 км в час, у вас под педалью еще достаточно мощности, чтобы вы даже не задумывались о том, удастся ли вам следующий обгон. Вы просто нажимаете на газ и ускоряетесь. Да, Safran совершенно не теряется даже на магистралях 21 века. А какая здесь курсовая устойчивость? Вы можете бодрым темпом ехать по трассе, потом просто отпустить руль, и машина даже не попытается уйти с траектории. Думаете, я приукрашиваю? Да нет. Подвеска тоже совершенно невозмутимая. Она позволяет себе достаточно заметную вертикальную раскачку, но вот все дорожные неровности абсолютно ни по чем. Хоть мелкие, хоть крупные. Они просто не проникают в салон. Ощущение, как это хорошая пневма. Почему, как, спросите вы, если все Safran и Biturbo с завода комплектовались настоящей пневмой, да еще и адаптивными амортизаторами? Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что оригинальная подвеска на этой машине до наших дней просто не дожила. И здесь стоят обычные стальные пружины от гражданского Safran. Если задаться целью, можно найти оригинальный заводской комплект пневмы. Но даже если вы поленитесь, честно говоря, ничего страшного, потому что даже в этом состоянии Safran даст стоячку вперед любой современной Toyota Camry в том, что касается вот этой монолитности, уверенности и комфорта на дороге. Можно подумать, что с такими настройками Safran должен быть лентяем и размазней в поворотах. Но нет. На руле достаточно и тяжести, и информации. А шасси вполне хватает зацепа для того, чтобы вы могли испугать своих пассажиров. Классные настройки, интересно ехать на машине. И, кстати, здесь еще есть система полного привода с блокировкой заднего межколесного дифференциала вот этой кнопочкой. А значит, с Safranом будет интересно еще и зимой. По совокупности ощущений, Safran, мне кажется, как минимум не хуже немцев тех лет. Но почему же тогда всего 806 машин? Почему рынок не принял этот автомобиль? Все дело вот в этой штуке, в пятиступенчатой механической коробке передач. Нет к ней самой никаких вопросов. И рычаг приятный с четкими ходами, и педаль сцепления безупречно информативная. Важен сам факт. Альтернатив этой механики тогда просто не существовало. Дело в том, что в те годы в мире вообще не было автоматических коробок, которые стыковались бы с поперечно расположенными двигателями, и при этом были бы способны выдерживать такую мощность. А в сегменте быстрых, мощных машин для поездок на дальние дистанции без автоматической трансмиссии было делать уже нечего. В итоге Safran Biturbo проиграл битву за рынок и народную любовь своим немецким конкурентам с двумя педалями и большими V8 под капотом. Но это было тогда, а сейчас эта машина круче любых Мерседесов и БМВ, просто потому что их много, а она одна. Уникальный автомобиль для истинных ценителей. И вы можете стать одним из них, если не поленитесь приложить немного времени, рук и усилий. Ссылка на объявление, как я уже говорил, в описании к этому ролику. Ну и если вы уже пойдете на автору, чтобы посмотреть, что там продается, не поленитесь провести там еще несколько минут и попытаться угадать, на какой следующей раритетной машине я собираюсь покататься. Чтобы не пропустить ответ на правильный вопрос, подписывайтесь на канал, и мы с вами скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok